Чемпионат мира по футболу все ближе. Подтверждение тому памятные монеты, выпущенные к значимому спортивному событию. Александру Иванову 25-рублевку с символикой предстоящего чемпионата подарили друзья, зная о его увлечении футболом. Я был очень рад этому подарку, поскольку увлекаюсь футболом, езжу на выезда за футбольником «Спартак Москва», болею за него с детства. Я побывал уже во многих городах, в которых будет проводиться чемпионат мира по футболу. Очень его жду. Думаю, уже заказывать билеты, поскольку они сейчас в продаже. Интерес к этому событию проявляют не только фанаты, но и нумизматы. В этот магазин 25-рублевые монеты с символикой чемпионата в течение одного месяца привозили уже несколько раз. Спрос на них не падает. Памятные монеты из недрагоценных металлов выпущены в двух вариантах – обычном и цветном исполнении. Простые медно-никелевые монеты в Иванове можно приобрести по цене от 75 рублей, а 25-рублевки покрытые эмалью в блистере от 600. Последние выпущены тиражом всего 250 тысяч экземпляров. Все познается в сравнении. Если мы посчитаем, сколько уйдет в ближние зарубежья, в дальние зарубежья, сколько осядет здесь, у нас в России, я думаю, что все равно это не так много. Вспомните сочинские монеты. Я не вижу их в наших кошельках. Кроме памятных медно-никелевых 25-рублевых, Банк России выпускает инвестиционные монеты из золота и серебра. В декабре была выпущена первая серия памятных монет из серебра номиналом 3 рубля. В серию вошли 4 вида монеты, каждая тиражом до 24 тысяч штук. Подробных с их дизайном можно ознакомиться на сайте Банка России в разделе «Банкноты и монеты». В 2017 году планируется к выпуску еще 2 серии монет, посвященных проведению Чемпионата мира в России. Распространителями инвестиционных монет являются крупные банки. Что касается 25-рублевых, то они, как нам пояснили в отделении Центробанка, будут поступать в регионы в течение всего 2017 года. Когда именно они появятся в Ивановской области, пока неизвестно. А значит, заполучить их по номиналу в ближайшее время не получится.